Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Каким должен быть трудовой договор? Что делать, если его обязательные условия не выполняются или их нужно изменить? О правилах трудоустройства и увольнения говорим сегодня и в нашей студии главный государственный инспектор труда, гид в Самарской области Лариса Монахова. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Лариса Тимофеевна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, когда возникают трудовые отношения и всегда ли при этом нужно заключать трудовой договор? Трудовой договор необходимо заключать всегда, по возможности. Трудовые отношения возникают с момента заключения трудового договора, либо с момента фактического допущения работника к работе, как правило. Ну вот согласитесь со мной, что сегодня договоры вот эти трудовые заключают не все. Вот какое есть такое требование к работодателям, чтобы сказать им при приеме на работу, что вот нужно заключать договор. Вот прямо в ситуации, в такой конкретной, как действовать? Если пришел наниматься на работу, тебе сказали, ну все, приступаешь к такого числа, и все, с такого-то времени. Ни о каком заключении договора речи нет. Вот что нужно сказать работодателю, чтобы он пошел все-таки? Необходимо, прежде всего, обратиться к работодателю с вопросом, будет ли заключен трудовой договор. И в случае, если работодатель будет отказывать работнику от заключения трудового договора, то работник может запросить письменное пояснение работодателя по этому поводу. И такой отказ можно обжаловать в судебном порядке. Обязательно нужен документ, да? Вот не на словах, чтобы... На словах очень сложно доказать. Придется такому работнику доказывать потом факт и допуска к работе, и вообще факт наличия трудовых отношений. Это все делает в судебном порядке, с привлечением часто свидетельских показаний, документов каких-то предоставлений. Ну, в общем, очень много мороки. Получается, если работник вовремя не заключит трудовой договор. Вот вы сказали, что трудовой договор нужно заключать с момента трудовых отношений. Но у нас работают не только уже взрослые люди, но и подростки подрабатывают. Вот в данном случае нужно заключать трудовой договор или нет? С какого возраста? Да, подростки также могут заключить трудовой договор с работодателем с возраста 16 лет. Есть исключения из этого правила. В 14 лет можно заключить такой договор. Условие такое. Данная работа не должна препятствовать учебному процессу. Она должна быть не опасной, не вредной. И такой трудовой договор заключается в согласии законного представителя данного малолетнего, скажем так, работника, либо его попечителя. А вообще что? То есть родители должны быть в курсе его трудовой деятельности. Да, то есть еще и в курсе, а согласие требуется или нет? Ну, вот как раз согласие родителей как раз и заключается такой договор. Понятно. Вот скажите, пожалуйста, каким должен быть трудовой договор? Вообще они бывают каких-то нескольких типов или он один существует? Трудовой договор может быть заключен на неопределенный срок, либо срочный может быть договор. Срочный, как правило, заключается до 5 лет срок его действия. Естественно, он может закончиться, когда подойдет этот срок, который должен быть указан в самом договоре. А вообще работодателю выгоднее какой договор составлять, срочный или бессрочный? Или бывают такие ситуации, когда ты хочешь устроиться не обязательно на какой-то срок, а вот всегда всю жизнь отработаться на этом предприятии, а тебе предлагают срочный договор. Может мы как-то поменять эту ситуацию или нет? Во-первых, для заключения срочного трудового договора необходимо наличие условий для его заключения. Например, сезонные работы или определенную какую-нибудь работу должен работник выполнить. Часто очень заключают срочный трудовой договор, когда другой работник, например, ушел в отпуск или заболел. То есть обосновать, почему именно на этот период? Обязательно причины должны быть указаны именно в тексте трудового договора. А вообще, если говорить о содержании трудового договора, то что там должно быть? Какие-то условия обязательные? Есть обязательные, да. Есть обязательные, есть дополнительные условия, которые работодатель с работником могут дополнительно прописать. К обязательным относятся, во-первых, место работы, должностная функция работника. Должностная функция указывается, как правило, в соответствии с действующим у данного работодателя штатным расписанием. Оплата труда обязательно должна быть прописана в трудовом договоре. Оплата труда включает в себя наличие должностной ставки, иные выплаты, доплаты, надбавки. Все это должно быть указано в трудовом договоре. Место работы должно быть указано. Еще что? Ну, фамилиями отчества работника обязательно. Вот к нам поступают различные трудовые договоры, и иногда бывает, даже не указывают должностную функцию работника. Мы смотрим такой договор и не можем понять вообще, на какую должность данный работник принят. Конечно, работники при заключении трудового договора должны быть внимательны, читать его, задавать вопросы работодателю непосредственно при подписании этого договора с целью избежать дальнейших каких-то конфликтов. А время начала работы, время ее окончания, обеденный перерыв, вот эти вот условия, как-то они в договоре должны быть записаны? Да, они должны быть прописаны, дата начала работы должна быть прописана, обязательно указана. В случае, если дата не указана, начало работы, тогда трудовой договор, работник должен приступить к работе на следующий день после заключения такого договора. Режим работы указывается, как обязательно условие трудового договора, в случае, если для работника установлен какой-то иной режим работы, не общепринятый в организации. Если этот режим работы для работника аналогичен общеустановленному, то про режим работы работник может узнать, например, из правил внутреннего трудового распорядка организации. Там, кстати, очень много нужной и полезной информации для работника содержится, с которыми работник при приеме на работу должен быть обязательно ознакомлен. Причем до подписания трудового договора работник должен ознакомлен быть с правилами внутреннего трудового распорядка. А вообще таких экземпляров должно быть два. Один у работника, у другой у работодателя. А вот это для чего делается? Ну, во-первых, это трудовым законодательством установлена такая обязанность работодателя, два экземпляра готовить. Во-вторых, работник, когда получает свой экземпляр трудового договора, он подтверждает, данный трудовой договор подтверждает наличие трудовых отношений в данной организации. Ну и, как правило, там содержится различная полезная информация для работника. Например, очень часто работодатель прописывает там же и должностные функции, должностные обязанности работника. Работник всегда может заглянуть туда и посмотреть. Это помимо должностной инструкции. И тогда уже обжаловать, если его заставляют или принуждают выполнять какую-то работу, которая не прописана. Да, не обусловленную трудовым договором, так это и называют. А вообще, на какие нарушения чаще всего жалуются трудовых договоров? В каких случаях обращаются в инспекцию и нужно обращаться? Ну, конечно, необходимо обращаться работникам. Если они считают, что их права нарушены, то необходимо обращаться в трудовую инспекцию даже за консультацией. Не обязательно с жалобой сразу на работодателя. К нам всегда можно подойти, проконсультироваться. У нас работает всегда кабинет приема граждан, где работник может принести с собой свой экземпляр трудового договора и задать все вопросы, которые у него возникают в процессе трудовой деятельности. Сегодня очень распространены в государственных службах такие интернет-приемные, где можно написать обращение и получить ответ. В инспекции труда есть такая возможность? Да, у нас есть сайт. Вот просто небольшое уточнение, чтобы не ездить, не сидеть там в очереди к специалисту и так далее. Можно, да. Можно написать как заявление консультацию и получить консультацию от специалистов, инспектора. Вот много проблем возникает при трудоустройстве, чтобы получить, добиться этого трудового договора. Но, как выяснилось, еще возникают такие проблемы при увольнении, при расторжении договора. Вот есть определенные правила, которым нужно следовать при расторжении трудового договора. Вот что должна делать одна и другая стороны, чтобы все это было по закону? Ну, если мы говорим о расторжении по инициативе работника, то у работника есть, конечно, тоже обязанности по трудовому договору. Например, предупредить работодателя за две недели до дня увольнения о том, что он намеревается прекратить свои трудовые отношения. Это делается с целью того, чтобы работодатель смог подыскать замену данному работнику и подготовиться к увольнению, то есть непосредственно к самому расчету. А если вот все-таки не предупредил работник, работодатель имеет право оставить его еще на две недели, не подписывая заявление и сказать, что только вот через две недели ты сможешь уволиться, пока там не выполнишь работу свою и пока мы не найдем нового сотрудника. Работодатель имеет право так сделать, да. И обжаловать это уже нельзя. Ну, обжаловать можно все, но есть такое правило, что работник должен предупредить. Но также хочу сказать, что работник и работодатель могут договориться о конкретном дне прекращения трудового договора. То есть не обязательно это может быть за две недели. Если работодатель согласен отпустить данного работника раньше, они могут это сделать. Да, лучше договариваться, конечно, предупреждать. Но всякие бывают ситуации, поэтому я уточняю, в жизни всякие бывают ситуации. Может быть срочно нужно куда-то уехать или так далее. К нам поступает первый вопрос. Хочу напомнить, телефон 202-1-22. Если ваши трудовые права нарушаются, пожалуйста, звоните и адресуйте вопросы специалисту. Главному инспектору труда ГИД Самарской области. Если тебя заставляют писать заявление, Алена спрашивает, заявление по собственному желанию, угрожая, не уйдешь по-хорошему, уволю по статье. Как себя вести в такой ситуации? Ну, если принуждают работника, вот просто так уволить его ни за что невозможно. Просто так взять и уволить. А по статье? По какой статье? Это раньше так говорилось по статье. Сейчас, ну, необходимо здесь конкретно узнать у данного работника, чем ему угрожают, как ему поступить в данной ситуации. И вообще, какая у него ситуация. Вот на работе непосредственно, какие взаимоотношения с работодателем складываются. И я бы вот посоветовала обратиться к нам на прием, к инспектору, рассказать все. И тогда мы уже посоветуем, как лучше что сделать и что ответить такому работодателю. Потому что разные ситуации бывают. Вот я хотела еще уточнить, при отсутствии, сколько часов должен работник отсутствовать на работе, чтобы его можно было потом уволить? Вот без предупреждения. Вот работник не пришел, и нет, его нет, и не отвечает на звонки и так далее. Или потом вот в каком случае работодатель может уволить? Ну, здесь разные ситуации опять. Казалось бы, простой вопрос. А по закону? Даже разные ситуации. Работник может отсутствовать, он может опоздать, он может куда-то на 20 минут уйти, например, потеряться на работе, его нет на рабочем месте. А может вообще прогулять один день. Разные ситуации. И трудовым законодательством предусмотрены разные меры воздействия на такого работника. Работодатель может не обязательно уволить. Это ведь по инициативе работодателя делается, решается такой вопрос. Он может, например, применить дисциплинарное взыскание к такому работнику в виде замечаний, в виде выговора. Не обязательно, что вот. Просто я вот уточняю, потому что раньше слышала, если тебя нет 4 часа на работе без предупреждения, тебя могут уволить. Вот я хотела уточнить. Могут. Могут и уволить. По закону имеет право. Прогул, да, остался. Да, вот нужно знать такие вот вещи, потому что даже вот вдруг... Ну, во-первых, в правилах внутреннего трудового распорядка учреждения сказан режим работы. Естественно, его нарушать нельзя. Поэтому работник, который не является на работу, уже должен осознавать свои действия и осознавать, к чему это может потом привести. Следующий вопрос Наталья Константиновна задает. Муж у меня работает 3 месяца в охранной организации «Волга». Просит на руки трудовой договор, ему не дают. Именно на руки. Зарплату платят по карточке, в конверте и в конверте. Но суммы там разные. Нам важно знать, какая оплата труда за час и что нам сделать, чтобы это узнать. Вот как все это выяснить. Если оплачивают и по карточке, и в конверте. Я так поняла, уже обращался к работодателю, работник, и не добился от него своего второго экземпляра трудового договора. Еще есть один вариант направить такому работодателю заказное письмо с уведомлением, с описью вложения желательно, с той целью, чтобы у данного работника было доказательство, что он, естественно, обращался к данному работодателю. А ему обязаны ответить. А ему обязаны ответить, да. Им уже деваться будет некуда и как-то среагировать. Но если реакции никакой не будет работодателю, то я так думаю, что к нам нужно идти. Тогда мы уже отключимся. А вот как же, неужели вот бухгалтерии, как бы вот нельзя выяснить вот твою зарплату или что вот как-то? Ну, из вопроса я поняла, что работнику платят официальную и неофициальную заработную плату. Поэтому ему и необходимо посмотреть трудовой договор, с чего мы начинали разговор. Какая там стоит оплата в трудовом договоре? Потому что там бывает сумма совершенно, да, иная, которую он получает на руки. Ой, следующий вопрос от Владимира. Если водитель работает по 12 часов, а им закрывают табель по 8-часовому рабочему дню, а доплачивать в этом случае не хотят, это же незаконно, куда обратиться? Ну, обратиться к нам, естественно. А у вас один офис в городе или есть в разных районах? В Тольятти у нас, но лучше обратиться, у нас есть в Тольятти филиал, но лучше обратиться к нам, вот непосредственно в трудовую инспекцию именно Самарской области. Вот такому работнику я бы посоветовала тоже подойти к нам, написать заявление, рассказать вот свою ситуацию, именно сколько он работает, с какого момента он считает, что его право нарушено. Естественно, это нарушение. Если работник работает 11 часов или сколько, 12, то, естественно, и должны засчитывать ему, как рабочие часы, 12 часов. Следующий вопрос. Какой должна быть выплата при увольнении по соглашению обеих сторон? Есть ли такой вариант увольнения, да, когда вы без стороны соглашаетесь? Есть. Увольнение по соглашению сторон по трудовому законодательству не является, вот при увольнении по соглашению сторон не обязательно, что будут какие-то выплаты. Ведь работодатель с работником могут договориться просто у расторгнут трудовой договоров в определенный день со всеми перечитающимися выплатами. Если обе стороны согласны, да. Не факт, что они договорятся об иных каких-то дополнительных суммах. Поэтому здесь это по договору, чисто по договору работника и работодателю это все может происходить. Но опять же, ситуации бывают разные. Если работодателю невыгодно содержать этого работника, он может предложить ему какую-то сумму, да, вот выплаты и сказать, что больше не нуждаюсь в услугах. Но это только между ними. Здесь мы, к сожалению, в этот процесс смешиваться не имеем права. И обжаловать его тоже нет смысла. Ну, невозможно, да. Потому что у него нет обязанности выплачивать такие суммы. Еще очень много проблем и вопросов возникает в такой ситуации, когда приходит работник устраиваться на работу, и ему говорят, поработаешь 2-3 месяца, это такой срок испытательный, а дальше мы будем смотреть вообще, нужен-то нам, не нужен какой-то работник. Без заключения трудового договора. Да. Вот вообще, вот если можно поподробнее, какие права есть у работника требовать, вот, какие условия при испытательном сроке, что должно соблюдаться? Во-первых, обязательно должен быть заключен трудовой договор. Опять же. Не после того, как он пройдет этот срок, а до. Да, где вот именно дополнительным условием может стоять срок испытательный. Вот. Вот. Поэтому здесь никак работодатель не должен уходить и увиливать от заключения трудового договора. Это такой же работник, как и все. И во время испытательного срока на данного работника распространяются все и гарантии, и компенсации. То есть он полноправный работник данной организации будет. Угу. А вот определиться вообще со сроком, вот именно два месяца, три месяца, кто-то там, вот, я не знаю, кто-то скажет, может, полгода или месяц. Вот как, есть по закону какая-то норма или нет? Есть. Или это от работодателя зависит? Не более трех месяцев может быть испытательный срок. Есть исключения для руководящего звена, для главного бухгалтера. Вот таким работникам может, испытательный срок продлен до шести месяцев максимум. А есть такие категории, которым вообще нельзя испытательный срок ни в коем случае выставлять? Есть. Есть. Это вот что за работники такие ценные? Беременные. У нас беременные особо охраняются у нас законом. Женщины, имеющие детей до полутора лет, несовершеннолетние работники. И те работники, которые приняты на работу, вот другого работодателя с переводом. Понятно. Вот в отношении беременных, вот тоже много таких вот ситуаций на грани, когда приходит, устраивается девушка на работу, зная, что она беременная, но не говорит об этом работодателю, не сообщает. Вот какие могут быть дальше, как развиваться события, кто прав, кто виноват, если потом вот оказывается, что какие-то негативные начинают возникать моменты в отношениях работодателя и работницы такой. Ну, работодатель... Ну, нужно вот сообщать о своем положении таком при трудоустройстве работодателя, что ты уже беременна? Ну, на самом деле нет обязанности сообщать прямо вот с самого начала, что работник беременный. Работодатель, да, да, да. Как это прозвучало. Работодатель, в свою очередь, не может не заключить с такой работницей трудовой договор, он не может отказать, не может не заключить с ней. То есть по причине беременности ни в коем случае нельзя отказывать. Так же, как и по принципу расы, национальности, только по деловым качествам работник может не подойти работодателю. И отказ этот можно обжаловать в суд. Да. Понятно. Следующий вопрос от Михаила. Работник приходит на работу, его берут, берут его трудовую книжку и с испытательным сроком на один месяц, а через месяц не отдают ни трудовую книжку, ни зарплату, а только один аванс. Вот что делать с работнику в такой ситуации, куда обратиться? Вот если ты отработал, получил не зарплату, а какой-то там аванс минимум, и свободен. Здесь у меня сразу вопрос к такому работнику. А был ли заключен трудовой договор? Наверное. А трудовую книжку раз взяли? Не факт, что заключен трудовой договор. Но раз трудовую книжку взяли у такого работника, значит, мы считаем, что его допустили к работе, что трудовой договор заключен, но не в письменной форме, скажем так. Поэтому вот этот работник может подойти к нам на консультацию, и мы ему уже подробно расскажем, что как сделать, а может быть даже и сделаем звоночек такому нерадимому работодателю. А где вы располагаетесь, чтобы конкретно Михаил знал, куда подойти? Улица Новосадовая, 106А. И вот еще во время испытательного срока, если, допустим, он был определен, там, два месяца, и работник заболел, вот это время болезни, оно прибавляется потом к этому испытательному сроку? Не считается ли что делать в таких ситуациях? Время нетрудоспособности, иные какие-то уважительные причины отсутствия работника на работе никаким образом на срок испытательный не влияют. То есть таким образом испытательный срок растягивается именно на этот период. Если все-таки оговариваются какие-то, конечно, условия при испытательном сроке, и работодатель раньше, чем заканчивается испытательный срок, поднимает, вот всякое бывает, но не подходит ему этот работник, он некачественно выполняет работу. Какие права есть у работника и у работодателя? Если работодатель придет к выводу, что данный работник его не устраивает, он должен предупредить такого работника за три дня, ну, собственно, и происходит прекращение трудового договора со всеми причитающимися выплатами. В свою очередь работник также за три дня должен предупредить работодателя в случае, если такая работа его не устраивает, и все то же самое происходит. Следующий вопрос от Натальи. «И на работе мне выплачивали декретные на двоих детей, а у меня один ребенок. Они ошиблись и переплатили мне целых три тысячи. Тридцать тысяч. Теперь я вышла на работу, и с меня эти деньги требуют вернуть. Мне нужно писать заявление, чтобы с меня удержали переплаченные деньги, или это их ошибка? Вот, конечно, получается, всем нам нравится, да, вот деньги, которые приходят. Это счетная ошибка, ей долго переплачивали эти деньги, в течение какого времени? Тридцать тысяч, декретные на двоих, вот пока она сидела, не знаю. Теперь вот вышла на работу, требуют эти деньги вернуть. Ну, это ошибка вот бухгалтера, да, вот по большому счету. Ну, это счетная ошибка, да, все зависит от того, сколько долго продолжалась вот эта счетная ошибка. А срок какой? Почему долго, недолго? Вот какой там срок? Ну, если в течение месяца, например, все это произошло, то работодатель, если увидел счетную ошибку, он может удержать эти деньги. Но если это годами уже длилось, да, очень проблематично сработать. Тридцать тысяч, конечно, это сумма не на один месяц, наверное, дольше все-таки, вот декретные-то, наверное, и не такие большие. Ну, я бы ей посоветовала к нам подойти с документами, именно, может быть, у нее расчетные листочки есть с подтверждающими документами, и мы бы там посмотрели уже, каким образом это происходило. Да, ну, а вообще, конечно, вот можно было сразу, когда вот человек почувствовал, что лишние суммы, да, перезвонить и сказать, что... Вот как-то вот мне кажется, что... Ну, вот в данном случае возник индивидуальный трудовой спор, я бы сказала. Вот они также могут и в судебном порядке решить этот вопрос. Понятно. Следующий вопрос задает Виталий. Мне в течение двух лет не выплачивают надбавки, которые предусмотрены в договоре. Работодатель сказал, что потерял доп. соглашение, а у меня имеется на руках экземпляр, и вообще он мне сказал, что выплачивать ничего не будет. Вот, то есть, это выплаты по доп. соглашению, есть экземпляр у работника, а работодатель надбавки, которые предусмотрены в договоре в течение двух лет, не выплачивает. Если такое дополнительное соглашение подписано и работникам, и работодателям, потому что всякое бывает, бывает, что они не подписаны, такие документы, и у работников каким-то образом всплывают эти документы. Здесь надо проводить проверку. Такого работника я бы пригласила в инспекцию с этим дополнительным соглашением. И тогда трудовая инспекция запросит документы работодателя и сравнит, у кого что есть, какие экземпляры подписаны, и имеет ли право работник на данные надбавки. Следующий вопрос. Вместо бессрочного трудового договора работодатель предложил срочный, срок истек, и что теперь, до свидания, без выплат и обязательств? То есть по закону, если срочный договор истек... Если у срочного договора срок истек, то никаких выплат... Как выплаты? Выплаты, все причитающиеся выплаты при увольнении работодатель должен произвести. Причем в день увольнения. Вот мы с вами не затронули такую тему, что все выплаты при увольнении должны быть непосредственно в день увольнения работнику произведены. Так же, как и выдана трудовая книжка. И вот еще такие детали. При заключении трудового договора. О каких документах учреждения нужно знать работнику? Вот какие документы должны быть в учреждении, прежде чем он начнет заключать с ним трудовой договор? Вот что-то должен работодатель предоставить или нет? Да, мы уже с вами сказали о правилах внутреннего трудового распорядка. Это обязательный документ, который должен быть в любой организации. Помимо правил есть коллективный договор, он может быть не во всех организациях. Положение об оплате труда должно быть. То есть оплата, порядок выплаты, заработную плату, он должен регулироваться локальным нормативным актом учреждения. Положение премирования может быть. И со всеми этими документами работодатель должен знакомить каждого работника под роспись. И работник, в свою очередь, должен именно прочитать эти документы, ознакомиться. Потому что очень много ценной и нужной информации даже для работника содержится в этих документах. Например, там можно узнать дни выплаты заработной платы. Там можно узнать, состоит ли, вот относится ли работник к категории должностей, которым предусмотрен дополнительный отпуск. За ненормированный рабочий день дополнительный отпуск. Другие гарантии, выплаты, компенсации. То есть все это в этих документах содержится. Надо их читать внимательно. Вот еще работа по сменам. Тоже очень много каких-то возникает проблем. Или нет? Конечно. Что нужно знать, чтобы каких-то проблем избежать? Во-первых, если работник является сменным, это условие должно быть обязательно в трудовом договоре зафиксировано. Мы с этого начали разговор. График сменности должен быть составлен. Причем он должен быть составлен за месяц. За месяц. Работник должен быть ознакомлен с этим графиком. Ну, собственно, и выходить именно в те дни, которые установлены именно по графику его рабочие. Да, а не то, что там что-то кто-то не вышел, и работник вот не отгуляв там, не отдохнул. И работа в течение двух смен, она просто запрещена. Трудовому законодательству. Вот это тоже очень важно знать. Время наше подходит к концу. Спасибо большое за то, что пришли, рассказали о такой важной теме. Конечно, о своих правах нужно знать. И, значит, если трудовые права не исполняются, то обязательно условия договора идти обращаться к вам. А если нужно их изменить, то это тоже отдельная, наверное, тема, о которой тоже можно говорить, что делать в таком случае, если нужно изменить. Тогда мы приглашаем вас еще раз и отдельно поговорим на эту тему. Спасибо вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!